Всем доброго времени, я рада всех видеть. Сейчас мы будем делать такой расклад, да, интересно. Значит, он мне шел в голову давно, и сейчас мы его сделаем. Ну, это такая всеми любимая тема. Он будет называться «Сплетни, интриги». Какие сплетни, интриги, да, в вашу вообще сторону плетут, кто что говорит, давайте посмотрим. Но напоминаю, что расклад будет общим, поэтому за более личной консультацией вы можете обращаться ко мне на WhatsApp. Не знаю, сколько нам хватит времени, сколько у нас вообще, да, протянет зарядка, телефон. Но давайте начнем, не будем много разговаривать. Кому нужна моя личная диагностика, можете обратиться ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp я указываю под видео. Поехали. Ну, смотрите, здесь люди, я хочу сказать, что в большей степени говорят за вас где-то за столом. Кто-то печалится, кто-то спорит, кто-то плачет, кто-то смеется. Во-первых, говорят, что вы хорошо живете, то есть, да, то, что тут деньги есть. Здесь говорят люди о том, что, знаете как, во-первых, да, я хочу сказать, что очень много говорит о вас бывших людей. Вы знаете, где-то собираются, разговаривают. Это бывшие ухажеры, партнеры, мужчины, мужья, которые общаются за вас, разговаривают, то есть, ну, как бы говорят, это мужчины, это бывшие, которые между собой знакомы. И я хочу сказать, что здесь люди, да, вот они обсуждают именно то, какой вы сейчас стали. То есть радость. У кого-то вы вызываете радость. То есть я бы не сказала, что прям вот эта вот, да, как бы карта мне сейчас говорит о каких-то прям тяжёлых сплетнях, да. Я бы так не сказала. То есть здесь у кого-то вы вызываете радость, да, кто-то говорит о вас хорошо, кто-то говорит о вас плохо, кто-то завидует вашему именно финансовому состоянию, то, как вы живёте. То есть говорят, стол накрыт, всё хорошо, всё есть, всё нормально. Тут могут ещё, знаете, как говорить о пьянке в вашей семье. Если кто-то пьёт, допустим, да, то говорят о том, что вас вот пьют в семье, да, то, что есть какой-то алкоголизм, какой-то человек, который, ну, относится к алкоголизму, тут может человек говорить о вас ещё тот, который пьёт, который выпивает, который находится постоянно на каких-то праздниках, да. Вот. Также это могут говорить о вас люди, да, которые работают в общепите, официанты, я не знаю, там, администраторы ресторанов. Могут просто там просто находиться часто, да, ходить, кушать по ресторанам, и вот карты их так ассоциируют. То есть, ну, здесь говорят, что, знаете, как, мы пытаемся как-то её понять, но вот то, что вы, возможно, палец в рот не клади, возможно, да, говорят о вас ещё то, что вы можете всё переворачивать, это, скорее всего, уже враги за вас говорят, да, то есть то, что вы можете переворачивать, то, что вы острое на язык, то, что вы колкое, то, что вы многих почему-то предали. Но это могут и завистники говорить о вас. Смотрите, я вижу опять предметы врачей хирургического вмешательства. Если, допустим, вы пережили какую-то операцию, да, ну, говорят люди о том, что вы её пережили, может, вы относитесь к хирургам, допустим, или же к врачам, да, вот. Вот, ну, так вот, то есть люди за вас говорят такое, да. Тут могут говорить о том, что вы и так в жизни много чего, да, пережили, то, что у вас и так всё, много было в жизни нехорошего, да, такой херни просто. И сейчас вот, ну, вы заслужили то, что вы сейчас хорошо живёте. Но кто-то, конечно, и недоволен тем, что вы хорошо живёте, но как же мы без завистников. Смотрите, здесь могут говорить о том, что сейчас именно, да, у вас в жизни радость. Деньги есть, говоря, денежные средства, их очень много. Возможно, как бы они так думают, да, но тут деньги есть. То есть у вас деньги, вы денежная дама, вы денежная дама, которая зарабатывает, у которой есть деньги, которая может обеспечить свою семью. Семья — это не только муж-дети, там, да, жена-дети, то есть, может, вы одинокая, да, кому-то нравится одиночество, допустим, да, кто-то любит, кто-то наслаждается своим одиночеством, тут об этом и говорят. В этом ничего нету плохого. Я сама люблю, да, одиночество, но я-то понятна почему, да, то есть любитель, ну, слушать, как бы, знаете, одиночество — это тоже награда, оно не всем как бы даётся. И вот говорят за вас то, что вы вот находитесь в состоянии самоудовлетворения, то, что вам хорошо. То есть вот просто говорят в последнее время о ваших деньгах, то, что у вас есть деньги, то, что вы можете зарабатывать, то есть и кто-то этому не рад. Тут могут делать крадники на вас, да, чтобы ваш денежный дождь лился на тех людей, которые за вас говорят. Тут уже немножко, конечно, опасно. Здесь нужно уже как-то, да, принимать решение о защите денег, потому что, да, крадники на вас делать могут. Но вот последние слухи, да, мы смотрим, я смотрю точнее, да, люди говорят о вас, то, что вы просто купаетесь в деньгах, есть деньги. То есть есть деньги, вы купаетесь в деньгах, и я хочу сказать, что вы такой человек, скорее всего, вы нежадный, вы щедрый человек, и если бы люди хорошо к вам относились, скорее всего, вы бы им помогали. Возможно, они это и сами понимают, но они натворили хуйню, да, и теперь не могут к вам подойти. Вы купаетесь в деньгах, у вас деньги есть, вы не нуждаетесь, то есть у вас всё хорошо. Это говорят о вас люди. То есть по деньгам прям всё отлично. Но есть, конечно, и зависть. Кто-то может говорить о том, что у вас есть какой-то, да, партнёр, мужчина, который вам помогает, но, скорее всего, вы сами, есть какой-то бизнес, вы сами работаете на себя. Вот. Ну, по деньгам, конечно, очень много проходится. По вашим деньгам, то, что деньги у вас есть. Это их интересует. Возможно, они видят, как вы живёте. Что ещё говорят? Ну, да, вот смотрите. Тут могут и родственники говорить о том, о вас, да, могут и говорить и близкие друзья. Ну, ещё, знаете, тут идёт такое, что немножко зажралось. То есть зажралось, жадно, скрывая деньги. Кто-то хочет ваши деньги к себе забрать, к своим рукам. Поэтому я и говорю, будьте осторожны. Говорят о вас и родственники, говорят о вас и друзья, и бывшие. Возможно, там, да, допустим, мы... Я сейчас затрону такую тему. Может, кто-то из вас поменялся во внешности, да, или там много что себе покупают. Может, кто-то прибавил вес, да, и вот люди говорят, ну, зажралось, типа денег много, с нами не делится, да, с чего я должна, да. Вот. И они говорят, да, тут проходятся по вашим деньгам. То есть они сейчас, да, в данное время, чтобы вы понимали, видят вас таким цыганским бароном, это я образно говорю, у которого есть деньги, у которого всё хорошо. В данное время они видят вас денежным человеком. Вот. Денежным человеком, у которого переизбыток денег. И, возможно, вы прячете деньги. Потому что здесь, смотрите, такие моменты, что, опять же, кто-то хочет к рукам прибрать ваши деньги. Это будет магическим образом. Может, кто-то на вас ставит крадники. Поехали дальше. Говори. Но многие люди хотели бы повернуть время вспять, допустим, чтобы у вас этого не было. Конечно, завистники, они завидуют тому, что у вас есть деньги, и это им не нравится. Они хотели бы, чтобы эти деньги были у них. Вот. Поэтому глядите в оба, а я втрое, как говорится. Тут есть такие вот мысли забрать, украсть, взять. Может, крадники поставить. Ну, что вот вы постоянно в движении, то есть вас видят на коне. И чтобы она с этого коня упала, то есть люди говорят. Потому что они видят, что вы идёте вперёд. Ну, конечно, видите. Несмотря на то, что вам тяжело, то есть многие удивляются, как это ей так удаётся, как удаётся идти, как удаётся, да, всё вот это вот проходить. Но опять же говорю, что... Отключилась вспышка, да? Но опять же я говорю, что здесь идёт такая информация, что будут палки в колёса вам ставить. Люди будут ставить вам палки в колёса. Враги ваши будут. То есть они уже это задумали. Потому что они всё ждут, да, вот такие вот, да, сплетни, слухи. Они всё ждут, чтобы ваши деньги, да, закончились. То есть чтобы ваши деньги закончились, чтобы их не было, чтобы Туспентаклий перевернулся. Говорят о вас люди. И они будут это делать. То есть вот просто многие не спят от того, что у вас есть деньги. Они видят вас тем человеком, который добился духовного уровня. И они наблюдают за этим уровнем. Возможно, у кого-то есть 2-3 образования. Может, у кого-то папа был, допустим, учителем, учёным. Как правильно, да, я говорю. И вот они постоянно, знаете, вот как есть книга про Марену, Мара Маржанна, та, что за левым плечом. Вот у вас те враги за левым и за правым плечом у вас, и за спиной, и возле спины, и над головой. То есть чтобы вы понимали, да, вот я ещё раз говорю и повторяю вам, что в данное время люди видят вас с духовно развитым человеком. Вы что-то достигли. Вы не такой человек, которому нравятся гулянки, клубы, алкоголь. Скорее всего, даже, возможно, женщины меня смотрят, которые не были в клубе. Вы больше предпочитаете духовно развитый уровень, да, и это они видят, и они об этом говорят, что вы духовно развились, да, то, что у вас всё хорошо. И, как сказать-то, то есть к ней просто так, ну, не подойдёшь. Тут и враги могут, и люди, которые хорошо о вас говорят. Но могут говорить, что вы влюбчивая постоянно. Тут могут говорить о детях, вот ещё о ваших детях. Но многим нравится, что вы рубите с плеча. Всё-таки магические воины тут будут. Нападать будут на вас. Нападать на вас будут. Тут говорят ещё за вас, то, что вы жонглируете, играете, что-то недоговариваете. То есть пытаетесь, вот к вам идут беды, да, в дом, а вы пытаетесь их, допустим, в шутку вывести, да, вот за вас ещё что говорят. И это нормально, то есть люди видят, что вы преодолеваете препятствия, да, конечно. Возможно, кто, вот, допустим, смотрите, женщины, я сейчас к вам обращаюсь, вот многих подозревают в магии. Это не обязательно, что вы ходите, делаете порчу. Допустим, может быть, люди знают, что вы сидите на каналах Ютьюба, Таро, смотрите расклады. Но вы же заходите, допустим, ко мне, смотрите. Я не говорю, что я такая крутая. Вот, есть тоже сильные другие ведьмы. Возможно, вы ходите и ко мне на канал, и к другим. Это нормально. То есть у меня детского сада нету. Никакой ревности, никаких там вообще, да, как бы, я вне конкуренции. Но просто тут видят люди, что вы ходите, может быть, где-то они вас заметили. То есть в каких-то магических, эзотерических группах вы сидите, вы находитесь, да. Кому-то, кстати, нравятся кристаллы. Может, вы носите там, допустим, всё из камня. Вот, повторяю, что так же на вас могут магию делать, хотят сделать на вас магию. Скорее всего, да. Изучают вас. Поэтому будьте бдительны, будьте аккуратны, будьте бдительны. Это на самом деле серьёзно. Кто-то говорит, что вы в движении, постоянно куда-то катаетесь, постоянно, ага, вот ещё такая информация пошла, девочки, вот смотрите. Это может и к мужчинам относиться. Кто-то может говорить, что у вас много там партнёров, да. Ну, как бы вот. Много партнёров у вас. Много вот в личной жизни всё кипит, всё горит, всё хорошо у вас, всё прекрасно, да, допустим. Вот. Ни в чём не отказывайте себе. Кто-то ещё говорит, вот смотрите, такой момент сейчас не совсем хороший. Мы видим её в гробу, мы хотим, чтобы она умерла. Просто кто-то предупреждает вас, даже вам как-то через сны это всё шло. Я хочу сказать так. Кто-то интересуется вашим здоровьем, как вы живёте. Я смотрю, что вы были очень много раз на грани смерти. И, возможно, из-за порчи. Не все, конечно. Давайте не будем утрировать. Это все мы знаем, что вот люди, которые меня смотрят, этот расклад может и 3-4 тысячи посмотреть. Неважно, хоть тысячу. Дело не в этом. Есть какой-то определённый процент, на которого делали порчу. Я вижу это. И здесь люди говорят, когда она уже умрёт? Скорее всего, ваши враги. Кто-то говорит о том, что вот вы ушли из жизни, допустим, не из жизни вы живые, а из чьей-то жизни, допустим. Не общаетесь с подругой, не общаетесь с сестрой, допустим, не общаетесь с любовником, с мужем, с коллегой. Образно, да? И кто-то говорит, что мне не хватает общения. Мне вот так, так и так. Не хватает общения, да, допустим. Смотрите, тут ещё идёт такая информация о том, что кто-то видел вас, возможно, во сне, что вы болеете, или что-то с вами случилось, и он не может найти ваш номер телефона. И он хочет с вами связаться для того, чтобы узнать, как вы. Но в большей степени, конечно, враги ждут и жаждут вашей смерти. О, да. Есть зависть. Вот они, враги, вышли. Конечно, есть зависть. Люди хотели бы, чтобы вы были как все. А они говорят, что она не как все. Тут сейчас момент, момент. Сидит какой-то бывший, припиздыш. И он говорит, вот как это так? Передо мной женщины все унижались, там, да, на колени падали, на колени садились, и, может, что ещё делали, да? Вот. А она как бы не такая. Она делать это не будет. То есть, и у бывшего есть злость, у бывшего есть гнев какой-то на вас, да? Потому что он не может с мыслью смириться, то, что вот другие что-то для него делали, да? А вы ничего. Ну, то есть, вы за ним, сейчас я посмотрю, этого мужчину. Да, скорее всего, это бывший, который развлекается, гуляет. Он пошёл во все тяжкие. Возможно, ваш бывший, который был несвободный, кто-то общался. Вот смотрите, про бывшего сказала, карты упали. Какой-то бывший к вам на пороге. Он уже идёт, вы потом вспомните, что Марета как-то сказала, да? Великая Марета так сказала когда-то, да? Вот. И бывший видит. Бывший видит, что у вас всё хорошо, и вы не присмыкаетесь. Да, это тот мужчина, который видит, что вы изменились, что вы поменялись. Да, возможно, вы поменяли образ. Или вы просто поменялись в характере. Вот, знаете, это мужчина, который вас давно знает, за вас такое говорит. Что вы поменялись, что вы изменились. И он видит, что вы идёте вперёд. У вас идёт обнуление. И он думает про себя. А я бы хотел детей, да, с ней. У кого-то ребёнок не родился, замер в утробе. У кого-то, знаете, беременность сорвали порчей. Но что-то связано с детьми. То есть, может, кто-то терял детей, выкидыши постоянные были, возможно. Да, я не знаю. Что-то связано с этим. И вот этот бывший, он жалеет. Почему у меня, допустим, с ней нету детей, или не получилось, а я хотел бы. Или вот она хотела бы, да, вот, а я как бы не хотел в прошлом. И сейчас я жалею. Смотрите, кто-то вас ещё хочет обмануть. Такое может быть. И да, такое может быть, что кто-то вас хочет обмануть. Кто-то говорит, что вы сами, да, обманываете, допустим. Давайте сейчас ещё посмотрим. Тут ещё вот говорят, кстати, бывшие, которые младше вас, говорят о любви к вам. Ну, ой, блядь, меня мастерка сказала. Кто-то говорит о любви к вам. Смотрите, кто-то, а, тут меня смотрят ещё женщины, которые очень сильно любят музыку, да, постоянно в музыке, не могут без музыки просто прожить. Тут о вас, знаете, говорят ещё то, что вы стоите на страже, вы всегда готовы ответить, и вы больше преобладаете в мужской энергии, да. Ну, вот так. Видят вас вот так. Я говорю о том, что вижу. Очень много есть людей, которые хотели отправить вам письма, выйти с вами на связь, но они, ну, понимают, что, скорее всего, вы не настроены выходить с ними на связь, и они вам не пишут. Очень много людей, которые не сказали вам, да, что они хотят с вами поговорить, побоялись, возможно, да. Смотрите, здесь будут приходы бывших, я хочу сказать, я вижу это. Те бывшие, с которыми вы расстались, разбежались, они будут к вам идти, будут появляться на вашем пороге. Это те бывшие, с которыми вы расстались, а ничего не решив. Знаете, бывают вот люди садятся, да, и вот они решают, что мы больше общаться не будем. А есть такие люди, да, которые вот, это не то, как к бывшим относится, и к друзьям, и к родственникам, которые разрывают связь, уходят там, блокируют, или просто не общаются. Это говорит о том, что люди боятся вас, они видят вас, и у них страх в их глазах. Если вот люди так делают, да, уходят там, блокируют всё, или там бывшие, допустим, но это трусливые люди, они не могут сказать, допустим, они блокируют. Вот, это трусло. Вот, значит, говорят о том, что вы очень много пережили в любовном фронте, да. Вот сколько, вот говорят, она такая красивая, то есть всё у неё есть, всё при себе, но мужчины попадаются нехорошие. Я ещё вижу такую информацию, что кто-то рисует картину вам, или же какой-то поклонник, или же вы, парню или мужу, можете рисовать ту же самую картину на холсте. Что вы хорошая мама, что вы прекрасно это могут говорить. Но опять же, почему-то ваше женское счастье перевернулось, а кто-то говорит. Может, допустим, вы развелись, это нормально, да, сейчас я посмотрю. Вот могут говорить за вас, что вы хорошая мама, и вы всё успеваете, а они хотят видеть вас плохой матерью, но это не получается. Кто-то хочет с вами встречи. Вот, смотрите, я вижу с вами ещё ребёнка, то есть прибавление. Если вы, допустим, да, вот нет у вас детей, то это значит в будущем будет. Кто-то меня смотрит тату-мастер сейчас. Ну, постоянно в движении. Допустим, да, ещё могут говорить, вот ей повезло в бизнесе, не повезло в любви, или повезло в любви, не повезло в бизнесе. Что-то такое говорят. Ну, есть, конечно, люди, которые, ну, они опять не рады, не рады вашему счастью. И есть наблюдения, кстати, тут люди могут ходить ещё за вас гадать определённо, да, как-то, ну, ходите, медиумы, гадалки, некроманты, шаманы. Это все люди, которые не от мира всего, они видят больше. Поэтому они ходят... Скорее всего, ещё такой момент, что кто-то общается с душами умерших для того, чтобы узнать что-то про вас. Или же вы пытались выйти на связь с душами умерших. Вот смотрите, если вы не практики, я не рекомендую вызывать души умерших, ну, потому что это чревато. Но кто-то на вас гадает. Я вижу, что у вас ноги руки выкручивает. Может, кто-то думает, что, смотрите, определённо магию на вас делают. Я вижу ещё то, что кто-то говорит, что вы присваиваете себе чужое, да, что вы, допустим, вот, ну, в чём-то не договариваете, не договариваете, да, что-то скрываете, что-то не договариваете, да, что-то пытаетесь скрыть, что-то пытаетесь, вот, ну, вы пытаетесь скрыть что-то, да, определённо. Вы пытаетесь замять что-то, я не знаю, что-то вот в этом роде за вас говорят И это может просто бить вам по репутации Есть очень много врагов, которые хотят вам поставить пальцы Пальцы, говорю, а может и пальцы хотят подставить к вашим деньгам Палки в колёса Но если я сказала пальцы, значит, хотят, возможно, и вам пальцы отрубить за то, что вы счастливы Потому что есть гнев, есть агрессия Ну так, да Вот так вот, давайте ещё Но многие вам, знаете как Сейчас ещё я смотрю, что по энергии чувствую, что есть люди, которые очень много родных потеряли И вам не хватает энергии Вы вспоминаете часто тёплое детство, как вам было хорошо с той же мамой Которую вы потеряли Кто-то сына потерял, да, допустим Лаборанты меня могут смотреть сейчас Какая-то мать потеряла сына Вот ещё идёт Вот смотрите, могут говорить, что вы скрываете что-то, да Вот вы пытаетесь как-то казаться той, которая, ну на самом деле не вы То есть или вы играете двойную игру Я хочу сказать, что если вы, допустим, замужние женщины меня смотрят, да То вы, опять же, находитесь на грани развода Потому что магией делают так, чтобы вы развелись, расстались и разошлись А чтобы вы не были со своим мужем И я хочу сказать, что муж летает к любовнице на метле Шучу, ну ездит на машине И вот вы об этом знаете, да И я хочу сказать, что муж, который от вас закрылся, скрылся, ушёл Не стал ночевать дома, да Это говорит о том, что он с любовницей То есть любовница вооружила, делала магию Я хочу ещё сказать, что говорят что-то о вашем ребёнке То, что способный какой-то ребёнок Ну вот просто кому-то нравится ваш ребёнок Это нормально Ну просто смотрят, могут восхищаться Но опять же не все Опять же не все Вот такой вот у нас был расклад И ещё, скорее всего, вы находитесь постоянно в любовном треугольнике То есть вмешивается какая-то баба к вам и к вашему мужу из прошлого Но вмешивается по магии Ещё я смотрю, что кто-то собрался поехать в поездку Но так, чтобы никто не знал Вы собираетесь поехать в поездку Но эту поездку скрыть, чтобы никто не знал Но я уверяю вас, это будет всем известно Всё, я всем желаю добра Всем желаю всего хорошего Кому нужна моя личная помощь, консультация на картах Таро Обращайтесь ко мне лично на WhatsApp По поводу деструктивных работ, приворотов, порчи и так далее Тоже обращайтесь ко мне на WhatsApp Но знаете, без диагностики я не работаю Только в крайних случаях Ну вообще, да, не работаю И, пожалуйста, пишите мне адекватные люди Я люблю платёжеспособных людей Хранит вас дьявол Субтитры делал DimaTorzok